Приветствую вас, жители Земли! Меня зовут Настя и это мой канал Мобзорка, где я обозреваю мобильные игры, привлекшие мое внимание, и рассказываю о тех, которые давно и прочно поселились у меня в телефоне. И сегодня я расскажу о трех лучших, на мой взгляд, фермах, на которые не жалко потратить время. А если досмотрите ролик до конца, то узнаете, как мне удается держать все под контролем, играя в 100-500 игр сразу. Хэй Дэй! Самая простая и поэтому самая привлекательная ферма. Знакомство с ней у меня не задалось, простота процесса меня оттолкнула. Но потом знакомая сказала, смотри какая у меня есть ферма, ты делаешь вот так, а потом жух-жух и готова. Простота! Я скептически хмыкнула про себя, чтобы не обижать подругу. А потом, пресыщенная интеллектуальными забавами, моя жалкая душонка захотела той простоты, которую предлагала эта ферма, да еще без выкачивания тонн мегабайт. Посадки ведутся по принципу, посадил один, забрал два. Также в игре присутствует постоянный онлайн очень большого количества игроков. Это важно, так как в игре есть торговля между игроками, и задание на помощь или оказание вам помощи происходит именно через объявление в газете и ларек. Над игрой постоянно работают, стараются добавлять новые семена, здания и товары, а также местности и прочее-прочее. Но мне все равно не нравится пароход, потому что при непрокаченных заданиях и вечно забитой очереди производства, трудно подгадать его наполнением. На помощь можно поставить всего 4 ящика и все это на время, приходится тратить алмазы, но... Еще один плюс этой игры, это то, что алмазы текут просто рекой. При условии регулярной игры и знания, где ловить ежедневные сундуки. Вы уже, наверное, знаете, что я не очень люблю ПВП, но гонка в этой игре вполне затронула мой соревновательный дух. Правда, после некоторых гонок становятся понятны мемы про напряг игроков, когда в игру заходит кто-то с азиатским ником. А здесь еще и турки. Тауншип. Если бы моей первой фирмой, которую я увидела, была бы не Хэйдэй, а Тауншип, то я подсела бы на Тауншип. Здесь интересная система взаимодействия города и фермерства. Вы строите дома и здания для города, а для строительства фабрик вам требуется определенная численность населения в городе. И обеспечивайте город всем необходимым. В отличие от Хэйдэй, здесь более продвинутая система производства. Больше товаров не только в виде готовой еды, но и присутствует бумажная продукция и тканевая, и чего тут только нет. В Хэйдэй такие товары находятся в несколько запчаточном состоянии. Модели здания и фабрик не такие крупные, как в Хэйдэй, но тоже вполне неплохо анимированы. Если играть через планшет с большой диагональю, так вообще, наверное, красота будет. Есть стандартные грузовички, здесь это вертолет, пароходы, здесь это самолет и еще много всего. В отличие от Хэйдэй, здесь больше контента в плане мероприятий. Гонка тоже присутствует, называется регата. Шахта выполнена в виде мини-игры. Есть забавная выплавка слипков из руды, можно улучшать здания этими слипками. Также есть лаборатория, в которой за драгоценные камни, выпадающие из шахты, не только можно на время улучшить тот или иной аспект фермерства или изготовления товаров. Посадки ведутся за деньги. Например, за три монеты посадили одно поле морковки и собрали одну морковку. Продажа любых товаров осуществляется через амбар. Ларька игрока, как в других фермах, здесь нет. Через паровозы можно получить материалы для увеличения места в амбаре и расширения территории. А также для игры в шахту. Третья ферма. Моя любимая. Это серия игр Фаренвель. Правда, я играла только во вторую, Сельское Уединение и Тропик Эскейп. На русский почему-то перевели как Тропический Ост. Сначала я играла в Сельское Уединение, но когда вышел Тропический Побег, то перешла на него. Однако, это не означает, что Сельское Уединение хуже. В этих играх крупные модели персонажей, причем в 3D. После всех этих изометрических ферм, такие модели были усладные для моих глаз. Хоть и камеру вращать все равно нельзя, достаточно большая производственная цепочка. Так же, как и в Тауншип, не ограничена только едой. Сделана интересная система помощников, которые добывают необходимые предметы. Только они их немного долго на мой вкус добывают. Один из самых жирных плюсов этих игр, то, что они работают без интернета. Но недобросовестные игроки могут этим воспользоваться. Как одна другая моя подруга, переводила время на телефоне вперед. Собрала все, что нужно, ну и сказала, ой, мне это скучно играть. Так же, при игре в режиме оффлайн, недоступен ларек для товаров от игрока. В Топическом Побеге достаточно много событий, а так же зверушки. Для участия в гонке, соревнования лучших гостиниц, не требуется наличие гильдии. Это еще один из плюс данной фермы. Но ускорители, которые там даются награду, можно активировать для всей гильдии, если она у вас есть. Для пляжного клуба, здесь так называется гильдия, сделали отдельное событие под названием круизный лайнер. Ну и там достаточно легко выполнять задания. Посадки ведутся по принципу, посадил один, собрал два. Из заданий на время также есть катер, который как грузовичок, и вертолет, который как пароход в хайдей. Но его выполнение вполне игрокам по силу и дает всякие полезные штуки для покупки животных, деревьев и дополнительных помощников. Ну что ж, а теперь я вам расскажу, как у меня получается играть 150 ферм и не только. И при этом помнить о том, что, где, когда и через сколько будет готово. Раньше я пользовалась обычным таймером, но когда ферм стало больше, а производственные цепочки сложнее, моя слабая девичья память перестала справляться с тем, что и когда будет готово. И иногда, когда таймер срабатывал, то я уже даже не знала, в какую игру мне надо зайти и что сделать. Я поныла в твиттер на эту тему, что, а вот был бы мультитаймер, да еще с возможностью писать, зачем ты его ставишь. Зашла в плеймаркет и вуаля, на слове мультитаймер нашелся такой и даже не один. К сожалению, бесплатная версия именно этого мультитаймера была настолько перегружена рекламой, что мой телефон сразу резко нагрелся. Ну что поделать, за бесплатность нужно платить. Правда, я себе купила версию без рекламы и избавилась от этого раздражительного фактора в приложении. Как видите, здесь можно создавать овер, дофига таймеров, ставить некоторые из них как фавориты, любимые. Можно выставить время в часах в трехзначном значении и написать все, что угодно. Что же, в итоге, мои топ-3, даже 4 фермы на Android и приложения, чтобы все успевать, я вам рассказала. Можете написать в комменты, какие фермы вы считаете самыми топовыми для себя и почему они вам так нравятся. А у меня на сегодня все. Пока-пока.